Доброе утро, Югран! Сегодня у меня в гостях замечательная Юлия Рецлова, заместитель главного врача Хантомансийской клинической стоматологической поликлиники, врач-стоматолог-терапевт высшей категории. Доброе утро! Доброе утро, Алис! Чем вы обычно завтракаете? Я приверженец такого относительно здорового питания, поэтому на завтрак у меня всегда творог свежий и кружка ароматного кофе. Будем готовить сегодня сырники. Нам для этого понадобится, безусловно, творог. Нам нужно немножко, буквально, 2 столовые ложки сметаны, 2 яйца, сахар, сода и для аромата ванилин. Ну и для того, чтобы нам потом все это дело запить, зеленый чай – это самое полезное из напитков, что есть для зубов. Давайте тогда начнем с того, что у нас, в принципе, полезно для зубов. Полезен у нас кальций, который содержится в кисломолочных продуктах, прежде всего, в твороге и кефире. Кстати, не в молоке, обратите внимание. Твердые сорта сыров. Нам полезна рыба. Для того, чтобы, кстати, удержать кальций и фтор, особенно кальций. Давайте мы сейчас... Дополнительно что-то еще есть, да? Да, есть. Вот давайте мы сейчас вас проверим. Как вы думаете, чем можно удержать кальций в организме? Витамин D. Молодец. А как он вырабатывается, витамин D у нас в организме? Солнышко. У нас сегодня замечательная погода, все для здоровья зубов. Экзамен я пришла. Да. Можете рассказывать. Так, давайте расскажем, что мы сделали. Мы взяли... Мы смешали все ингредиенты и готовим сейчас достаточно такую плотную консистенцию. Давайте вспомним, что в основном ели люди пожилого возраста. Это была морковь, это была репа, то есть твердые овощи. Ну, редко когда яблоки. То есть у нас происходило самоочищение полости рта. Мало того, что твердая пища, во-вторых, активно выделялась слюна. Некая природная зубная щетка. Ну, пусть так назовем, да? А что сейчас кушают наши дети? Котлетки, булочки, чипсики. То есть очень все мягкое, углеводы. В результате все это налипает на зубах. А чистить наши дети не хотят. Давайте будем откровенно говорить, что и родители это все пускают на самотек. В результате, к сожалению, наши дети практически 100% поражены кариесом. Давайте поговорим про вашу школу. Расскажите еще подробнее о ней. Это уникальный проект, наверное. Наверное, однозначно в городе и в Югре мы единственные, кто открыли такую школу. Открываем школу здоровых зубов. Несмотря на то, что летний период, учиться мы будем продолжать. Как в песне, каждую среду после обеда, но у нас будет не после обеда, а вечером. После рабочего дня, чтобы люди могли прийти, послушать. Ориентированно это и на взрослых, и на детей. Рассказывать будем и о гигиене полости рта, и чем чистить, и как чистить. Так, ну что, вот у нас готовы. Прямо такое все солнечное, позитивное. Лето очень хочется, солнце очень хочется. Приятного всем аппетита. Я надеюсь, что наши зрители будут кушать здоровую еду. Самое главное, регулярно чистить зубы, правильно питаться, регулярно ходить к стоматологу. Я всем желаю белоснежных улыбок, и чтобы в вашей жизни всегда было много солнца и счастья. Доброго утра и приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok